Ребят, я вам давненько про машину не рассказывал, проехал на ней уже 80 тысяч километров, мне уже пора менять масло в коробке, гидроусилители, и завтра я поеду после работы на ТО. Что ты делаешь? Профессиональная съемка. Не знаю, сколько по стоимости получится, у меня все записано в принципе на бумажке, а в следующий раз, когда мы уже приедем после Брянска, ну ладно, поменяю масло в коробке и может быть поменяю колодки. Не знаю, к сожалению. А ты говорил, куда мы в Брянске едем вообще? В эту пятницу мы едем к Юле на день рождения, поэтому я разбил ТОшку на две части. Основной сейчас, ну и частично потом еще разбираюсь. И надо мне еще дворники поменять и разобраться с тем. Ну, Качок, ну сними, вам тебе нормально, что ты делаешь? Потому что у меня уже лобовуха вообще вся зацарапана. Вот, хочу полирнуть, дворники поменять, двигатель помыл, потому что смотрите, друзья. Некрасиво выглядит. Вот, поэтому надо будет немножечко времени потратить для того, чтобы обслужить машину. Ну, поеду я, как обычно, в Билл Прайм. Это сервис, который я постоянно катаюсь, там хорошие цены и последние три ТО делаю я там. Потому что если ты сейчас в официалку ехать, там тебе такой ценник залупят, что ты вообще обалдеешь. Обалдеешь. Поехали, ладно, катался. В принципе, все рассказал, а завтра я покажу, что у меня там вышло по деньгам и какие работы я провел. Господи, горечи просто какой-то. Что ты снимаешь? И как ты снимаешь? Мне не нравится так близко. Мне кажется, Катя сломалась. Ой, колечко случилось. И с другой стороны. Ты после свадьбы что, поломалась или что случилось? Все. Ладно, все, вырубаю. Разнообразила твои влоги. Главное, не трогай микрофон. Уже писали об этом. Вот опять Катюха трогает. Но я специально. Может, ASMR будешь снимать дома? Рассказываю. Ребята, у меня сейчас компьютер стоит на подоконнике. И вы помните, у меня три вентилятора работают на вдув в корпус. Они стоят снизу. И мне надо чуть-чуть приподнять компьютер, потому что там вот такое расстояние минимальное. Ой, ну-ка, Катюш, я тебя отодвину. Сейчас зайдем в обе. Ну, покажи. Мы как раз в отраду приехали. Или видно? Видно. Вот. И я куплю либо какую-нибудь брусчатку, которую нарежу на четыре ровных дольки и подложу под комп. Либо куплю антивибрационные такие штучки, которые под стиралку ставятся. Вот. И ей будет очень удобно. Потому что у меня там минимальное расстояние, и воздух плохо заходит. И компьютер будет похолоднее. Ну и заодно забежим в Теремок. Ты возьмешь себе блинцы крой. Я думаю, может, мне тоже он нужен, а? Может, нужен. Тогда пошли со мной в Обе, а потом здесь пожрем. Да. И не будем в машину ничего брать. Да вы. Сбегаешь? Куда? Ну, Вобе, я просто не знаю. Может, тебе не охота, не интересно. Чуть не подскользнулась. Чуть не упала, да. Взял для мебели вот такие штучки. И сейчас деревяшку. Воздух. Вы видите, как она выглядит красотой. Не, мы тут есть. Половая доска. Это для пола. Не надо сильно меньше. Вон она, маленькая деревяшка. Вот эта? Нет. Вот. А, вот, слушай. Вот они. Это как раз то, что мне нужно. 59, я думаю. Вот так вот рубану. А чем рубанешь? У тебя есть все? А, есть. Вот мне нужно больше квадратных. Блин, ну размер. Хотя какая разница, мы все равно на машине. Кину и все. Вот так вот отрежу. Четыре равных. И ножички. Чтобы не царапало ничего. Вот они как раз внутри. Ну, они чуть-чуть меньше, но какая разница. Они нормально встанут. Все. Как раз то, что надо. На все про все я 150 рублей попрощу. Вот самоделкин сам все сделаю. Покрасишься в черный, будет идеально. Пойдем краску возьмем. Маркеры, маркеры просто. Не слышишь? Пойдем краску возьмем в черный, покрасишь. Да так это какая краска нужна? Вот такой тюбик, как для моделей? Ну да. Ну что, я банку такую беру? Да нет, не банку, маленький тюбик. Да таких не бывает, банк тебе. Если только взять, говорю, как для моделей, знаешь, красят пластик. Но если заехать Леонардо, как мама берет тюбики, там их много разного. Не, ну я самоделкин, но не настолько. Красить я не буду, естественно. Ну что, будет колхозно просто вот так вот. Какие-то отрубленные кубики. Да, его срой не видно. Какая разница, конечно. Он за мониторами стоит. Один есть. Шикарно. Красота. А у тебя есть наждачка, чтобы ее как-нибудь убрать? Есть. Убрать вот эти все штучки. Сейчас я намечу. Вот у нас. Четыре хороших брусочка. Готово. Мы переиграли тему. И Катя поесть крошку картошки. А я все-таки в саду пиццу возьму свой любимый Петербург, про который уже раз и два рассказывал. А брал я его раз. Катюнь, держи Петюнь, то, что уговорила меня сразу все распилить, действительно не будет никакой грязи. И вот она, крошка картошка. Мой великолепный оператор. Практически весь в лоб мне помогает снимать. Я хотел рассказать, зачем мы едем в онлайн-трейд. В общем, у нас есть приятели Саша с Валей. Так вот, Саша вообще большой молодец. На свадьбе очень хорошо помогал. Более того, взял свою камеру и сделал кучу прекрасных снимков. Мы их ждем. Так вот, у него флешка на 32 гига. И камера у него Canon 70D, по-моему, если не ошибаюсь. И я хочу сделать ему подарок. Мы в пятницу поедем в Прянск. И я ему задарю флешку на 128 гигов. Сандиск, также экстрим. Ну вот, как у нас GoPro, кстати, только на 128 гигов. Думал больше взять, но на форуме полазил, а она не поддерживает большего объема. Ему будет достаточно. Она в 4 раза больше, чем у нее сейчас. Думаю, будет доволен. Ну вот, такой план Капкан. Да, он умничка. Я очень ему благодарна, правда. Он мне очень много раз помогал. У меня, когда что-то там происходило. Не знаю, у меня помню, это, с обувью что-то было. У меня тоже поддерживали. Не, он очень круто. Я говорю, все, стой, держи меня за руку. Я говорю, я сейчас упаду, грохнусь. У меня ноги так болели. Он ко мне раз в 15 подбегал. Мне галстук исправлял, поправлял меня. То есть, это не просто какая-то плата, знаешь, за помощь. А просто мне хочется от души его поблагодарить. Конечно, очень приятно, что он так нам помог. Тем более, учитывая, что он фотографирует, и он не на одно мероприятие, даже если это легкая прогулка, он всегда ходит с камерой и всегда фотографирует. Поэтому, я думаю, ему зайдет. Хорошая штучка. И, чтобы вы понимали, это именно вот Саша, про который он говорит, чувак, который спиздил нашу фотку. Да. Это он. За что ему тоже спасибо. За что ему спасибо, да. Таким образом. Ты сказал сам то, что на свадьбе он тебе сказал, про то, что ему не хватает места, то, что ему приходится там что-то удалять. Немножко не так было. Я к нему подошел и говорю, ну, как обычно, задротская вот эта тема, я говорю, что у тебя за камера, так-то, так-то. Я говорю, ты, ну, только фото или видео. Я говорю, в основном фото, очень редко видео, тем более у меня памяти мало. Потом я спросил, а ты в RAW снимаешь или в JPEG? Это формат RAW, это исходник, а не тяжелый. Нет, говорит, у меня памяти мало, 32 гига всего. Вот, и я подумал, надо подарить. Ну, уже потом, конечно, сообразил. В моменте, там, у нас как бы садная вот эта кутерьмаша была. Ну, я решил, блин, классный подарок. Да, я полностью согласна, поддерживала. И в пятницу как раз, ну, можно на твою камеру новую обкатать и заснимем влог полностью из Брянска с Юлией. Да, обязательно. А я, не знаю, буду брать камеру. Могу вообще без камеры ехать, чтобы не было соблазна у меня с ним. Да, правда. И все, и пару влогов там вполне можно снять. В дороге, там, поболтаем, представим, подарок подарим. Так, заедем в помпончик, там, заправки, вот это все. А потом уже на днюхе поснимаешь. Да, могу вообще не брать. Хочешь? Тогда гарантия, что я точно ничего не сниму. И у нас не будет повторяться контент. Ну, вот, как-то так. Так прикалывает, когда Андрей вот так вот сидит, ножка свою сюда кладет. Ну, это такой режим проветривания. Сейчас очень жарко. Там внизу все равно температура из моторного отсека чуть-чуть жарче. А еще у меня есть режим проветривания. Когда я вот так вот делаю. Да, носки на полноги. Это, чтобы и не мерзла, и проветривалась. А еще я где-то ударился на свою вот эту минуту. Слушай, вавка. Все, забрал. Вот такая штучка. Всем рекомендую покупать именно Extreme Pro флешки, потому что они меня никогда не подводили. И в дроне стояли, и в GoPro, и сейчас в камере, на которой я снимаю тоже сандиск, стоит флешка на 512. И у тебя внешний жесткий диск, SSD-шник, тоже сандиск. Поэтому, ребзя, если вдруг думаете, какую флешку брать, это самый кайф. Можно прямо здесь в машине оставить с чеком. И когда вместе поедем, задарим. Ну, давай тогда в бардачок кидай. Друзья, ну, мы приехали домой. Я сейчас записываю звук при помощи петлички, которую мы вчера купили. Вот. И мне очень интересно послушать, как пишется звук. Говорю специально тихо. Во-первых, Катюха спит. И во-вторых, вообще понять, насколько он здорово звучит, когда я говорю негромко. Ну, вот такую колхозень я в итоге сделал. Может быть, действительно надо будет подкрасить. Но с другой стороны компьютер будет стоять вот здесь за мониторами. Ничего не будет видно. Но теперь появилось достаточно высокое расстояние. И сюда без проблем залетает воздух. И компьютер становится хладнее. Кто-то может поржать. Потому что выглядит это, конечно, странновато. Но в итоге работает. И потратил я вообще копейки на всю эту историю. Привет, друзья! Ай! Мне в ухо залетело. Какая-то тигня. Это влог Андрюшина. Начинаю его я. Рассказывай. Сейчас поедем на ТО. Катьку я довезу до метро, потому что она поедет встречаться с подружкой. Не знаю, что вы там будете смотреть. Наверное, подарок Юле себе что-то посмотреть. И я с собой взял охлаждайку. В прошлый раз ее купил. Тут больше половины. Поэтому решила, если вдруг у меня там охлаждающая закончилась, дольем. Что-то ты сама сходишь с камерой в последнее время. Здесь в лоб дурачишься. Мне нравится. А я сегодня в платьишке с разрезиком. У-ля-ля. Присаживайся. Да присаживайся. А еще я в последнее время начала... Блин, машина настолько грязная. Мне аж стыдно просто показывать ее. Я случайно задела камеру. Но Андрюш не заметил. И ладно. Я в последнее время начала себе делать вот такой вот низкий хвостик. Знаете почему? Не потому что мне нравится такая прическа, а потому что я хочу, чтобы все видели мои новые сережки, которые мне подарила крестная. Не могу их не показывать. Мне они так нравятся. Не, они клевые. А с распущенными волосами как бы их не видно. Так что... Ну, в принципе, я хвостик такой полюбила. Мне кажется, мне идет. Друзья, ну я сгонял в Билл Прайм. Сейчас стою на парковке и рассказываю, что же я сейчас сделал. У меня тут есть бумажка. В общем, провел ТО, поменял масло в моторе, сход-развал сделал, мне поменяли все фильтра и прошлись очистительным тормозов. По сумме получилось 33 930 рублей. Я надеюсь, вам видно. И в следующий раз, когда я сюда приеду через неделю, я буду заниматься подкрылком задним левым. Это история, которую я вам показывал уже. Ну, еще раз сейчас пройдусь. Вот. То, что у меня вот здесь все разодрано. И целиком вот эта вся конструкция стоит 20 000 рублей. И еще, смотрите, это мое недовольство. Я очень расстроился. Но сейчас уже успокоился. Кто-то вчера мне вот так вот красиво прилетел белой краской. Не знаю кто. Буду потом по камерам смотреть, потому что тачку я ставил рядом с домом. И там есть камера. Поэтому попробую разобраться. И самое главное, я поменяю лобовое стекло. Стоит оно 20 650 рублей. Это уже вообще изношенное. Все царапанное. Не получается ничего с ним сделать. На камере, наверное, и не видно. Но поверьте, вот особенно когда солнышко, такие блики невозможно. Оригинальное стоит сотку. Я взял китайский аналог. И ребята говорят, что оно вполне себе хорошее. И будет гораздо лучше, чем это я буду ремонтировать, затирать. Это стоит 7 500. Плюс у меня есть два скола. Так мне проще новое купить. Может быть оно и какашечное. Но опять же, за сотку я, блин, не хочу. Потому что за эти деньги можно iPad купить. Не то, что стекло. Ну и колодки, наверное, через 10-15 тысяч поменяю. Тут у меня износ передних 70%. Вот я тут написал. И задних 65. Ну и через неделю я потрачу 43 190 рублей. Это вот подкрылок этот, стекло лобовое. И заменю щетки. Ну потому что сейчас менеть нет смысла. А, еще мне помыли под капотом. Сейчас тоже покажу. Теперь там чистенько, хорошо. Сейчас, одну секундочку. О, чистота. Сейчас у меня по планам заехать на мойку. Потому что машина в ужасном состоянии с точки зрения чистоты. Ну и заодно попрошу, ребят, хоть немножечко, но вот эту всю историю почистить. Вообще, в целом, блин, так обидно, ребят. Вот там коцка, да? Вот тут мне прилет был. Камешек. Достаточно глубокая вмятина. И вот это то, что мне в Дагестане прилетело. Кирпичом. Никогда никого не задевал. А мне постоянно что-то прилетает. Вот этого немножко обидно. Потому что, вот, например, задний бампер покрасить, ну, тысяч двадцать. Вот эту коцку убрать, еще какие-то деньги. Спереди бампер, ну, тоже. Ну, короче, там на круг получится тысяч... Ну, шестьдесят, наверное. Ну, вот и представьте. Не по своей вине, но надо будет исправлять за свой счет. Все, я погнал. Сейчас, наверное, в Медведку оттачку сдам. И уже поеду на чистой машине. Ну, а потом в гости к моей забегу. Потому что у меня сидеть там неохота ждать. Ну, и заодно с ней поболтаем. Все, в общем, я все сделал. Кстати, да, я чувствую, после сход-развала тачка получше рулится, потому что ее куда-то вправо кренило постоянно. Да, сейчас хорошо. Я, короче, решил, что не буду машину мыть. Я подумал, что все равно мы поедем к Брянской. На трассе она вся заговнякается. Поэтому, когда приедем после дня рождения, то я ее и помою. Логично же. Сейчас, если дождь пойдет, блин, она опять вся будет как в говне. Согласна. Сейчас заеду в онлайн-трейд, заберу свою вебку и до мойки. Понятно. Ну, по разговору с Катей вы уже поняли, что я не поехал на мойку. Сделаю это на следующей неделе. Забрал свою вебку, ждал я ее 4 дня и купил за 8670 рублей. Использовал баллы, поэтому и цена такая. Поставлю ее сегодня и настрою для того, чтобы на следующей неделе мы с вами провели стрим. Давненько я их не запускал, уже месяц прошел. Может быть, даже больше, не помню. Но возобновим эту традицию. Сейчас заеду, наверное, в пятерочку, возьму себе йогурт, стики и поеду домой. По поводу царапины, которую я вам показывал чуть ранее, возле автосервиса Билл Прайм. В общем, там не получается ее полирнуть. Она очень глубокая, до грунта. Поэтому только перекраска. Ну и какие мои дальнейшие действия. Я видел, что возле места, где я оставил автомобиль, там была камера. Но я, к сожалению, не знаю, насколько у нее широкий угол обзора. И вообще, видна моя тачка или нет. Если она видна, и там будет виден номер злоумышленника, соответственно, в кавычках, буду звонить в полицию. Потому что в моем понимании мира, так делать неправильно. Можно оставить записку. Можно что-то придумать для того, чтобы, ну, так скажем, как-то сгладить свой косяк. То есть я бы так не сделал. Просто взять и уехать. Потому что если меня найдут, то это автоматически минус права. Поэтому я очень надеюсь, что у меня все получится. Завтра в какой-то перерывчик. Пока буду работать, сбегаю в управляющую компанию. И мы посмотрим камеры. Это могло произойти ночью, днем. Не знаю. Но с этим точно надо разбираться. Дело даже не в том, что денег жалко. Мне скорее вот отношения людей. Вот, блин, ну зачем так делать? Просто стукнул. Ну, возьми ответственность. Оставь записку, свой номер. Объяснись. Этого уже будет хоть немножечко, но достаточно. Словно, если человек ездил на копейки, я это увижу. Естественно, никаких денег, ничего не буду предпринимать. Потому что увижу, что человек небогатый. Я бы простил, если просто человек извинился. Ну, вот это просто хамство. Говорю, я ни разу никого не задевал. Постоянно мне прилетает.